Всем привет! С вами снова я, Марк. Я даже вам постройку месяц назад обещал построить новую, но что-то как-то видео все ленился выкладывать и снимать новое. Поэтому сейчас расскажу коротко о том, что я тут понаделал. Потихоньку, каждый день я выбираю какие-то крутые детальки, какие-то интересные решения и строю хоксмит. Здесь уже детали, которые, наверное, кроме этой, детали, которые будут использованы для постройки. Интересно, здесь и такие котлы есть из старых серий и так далее. Также я понаходил несколько таких фонарей, основ для фонарей. И у меня есть и черные, и красные, и белые. Когда я буду показывать уже дорогу сделанную, тоже вы можете выбрать в комментариях, какой цвет подойдет, либо все в три, может, как-то скомбинировать и поставить. И книги также уже нашел несколько. У меня, конечно, чуточку больше. И всякие принтованные детальки типа газеты и так далее. Ну и даже разобрал одно из модульных зданий, банк, чтобы было достаточно прикольных деталей для крутой постройки. Ну, тем более, у меня там сверху и так нормально с зданиями, а здесь, к сожалению, уже нет. Можем это даже подвинуть и заполнить. Итак, здесь тоже у меня есть парочка деталей расфасованных, которые я использую, например, для крыши, для стен. Тайлики небольшие, чтобы закрывать всякие дырки на стенах. Так, также вот такие черные пины обычные. Тоже их много я нашел, но они часто очень используются, однако. Пойдемте теперь глянем на то, что я здесь делаю в основной комнате, где у меня, собственно, происходит сбор лего. Сейчас здесь, вы видите, столик. Я на нем делаю интерьер, а именно мебель, шкафы, всякие лестницы для самих зданий, что будет находиться внутри. Здесь, например, стеллажи под всякие вкусности для зонка магазина. Этот шкаф будет находиться в... Я не помню, в каком здании. По-моему, в три метлы. Я его сделал из двух сундуков. Между ними тайлик с обычной пластиной закреплен. В принципе, не очень сложная конструкция, однако выглядит достаточно симпатично. Можете тоже взять себе за основу и построить что-нибудь наподобие. А здесь будет перевертыш такой. То есть здесь будет ставить специальный пин, который будет крутить ее, и сзади будут какие-то секретные товары. Также здесь я уже потихоньку начинаю экстерьер делать. Это деревья. Тут у меня есть зеленые деревья, а также черные деревья. И, как вы видите, черные вот эти детальки, их, по-моему, лего даже не производило, однако у моего знакомого появился 3D принтер, и мы попробовали распечатать их. Вышло, конечно, как вы сами видите. Ну, не очень круто, однако издалека даже непонятно, что это распечатано. Выглядит все равно круто. Можно будет еще лучше даже как-то деревья эти проработать, и будет выглядеть все четко. И свет также у меня будет. Нашел одну катушку, теперь еще надо найти другую. И будет у меня еще и свет даже в зданиях. Также есть, как видите, маленькие. Листья, детальки с листьями, но они без дырок. Мы попытались просверлить одну дырку, но это вышло не очень. И, как вы видите, да. И из-за того, что дример сам нагревается, он нагревает этот пластик, и он плохо получается их сверлить. Поэтому, я думаю, как-то буду устанавливать их без дырок. Просто сверху класть и фиксировать чем-то. Пока не знаю. Но выглядит на самом деле неплохо. Если вам понравилось, тоже напишите в комментариях. Если не очень, то, я думаю, в принципе, есть такой вариант, чтобы их вообще не использовать. Поэтому обязательно оценивайте. Ну и по самой постройке. Как видите, там у меня уже здание построено, но не буду все карты раскрывать. Давайте глянем на саму дорожку. Это такая, типа, разбитая брусчатка. Выложены, типа, так все, плиточкой. Тайликами, тайликами, спинами, тайликами без спинов. Цвета обычно здесь светло-серые, но также присутствуют темно-серые и бежевые цветы. Темно-бежевые такой. Даже, ну, такой земляной цвет. И здесь, вы видите, белый фонарик стоит. Вот такие фонарики будут. Только на выбор, как я уже говорил, черный, красный или белый. Выбираем. Итак, также из декора будут всякие лавочки. Вот такие деревья. Деревьев планирую много. Обычно Хоксмит я нахожу картинки только с зимней ассоциацией, но у меня будет, типа, лето. Я не хочу зиму делать, потому что вот так вот. Тайлики очень просто устанавливал на обычный пин. У меня, например, зеленые. Их очень много, и я не буду использовать эти зеленые пины, так как мне черные, например, белые, серые. Они мне пригодятся. Зеленых много, и зеленые использовать не буду, поэтому легко вот так устанавливается. И здания будут здесь уже стоять. У меня готово 4 здания. Это зонка, это... Сейчас, где мой этот листик был? Я уже даже и не помню. По-моему, в той комнате отнесу, покажу. И так же прикупил еще 2 мини-фигурки по фантастическим тварям Гарри Поттеру. И у меня попался Малфой. Как раз метла. У меня из старых наборов было много таких метел, но я что-то их не могу найти уже. К сожалению, она зеленая, но будет зеленая. Три метлы как раз. Раз, два и три. И попался у меня вот этот чувак. Я не помню, как его зовут. Однако, я могу ему просто лицо переделать, и будет какой-то профессор. Предположим. Разберемся чуть позже. Давайте немного посмотрим здание по саму интерьеру. Я не буду там свет как-то выстраивать, чтобы было небольшой отришкой. Тем более, пока это здание не посвящено... Ой, точнее, это видео не посвящено зданиям, которое я сделал. Просто быстренько пробегусь и покажу, что здесь есть. Это типа Сладкое Королевство. Это кафе Мадам Паддингфуд, по-моему. Или как-то Паддингфуд, я не помню. Как-то это вот что-то за кафе. Это у нас здесь продаются всякие штуки, типа палочки, перья. По-моему, это волшебные перья здания. Ну, здесь не должно быть, конечно, палочек, но они у меня будут. Вот. И это здание... Это здание Зонга. Там, где будут такие штучки продаваться, как продавал Фред и Джордж. Только в Хоксмите. Давайте еще раз вернемся назад. Там у меня был мой макет-рисунок. Как раз-таки, как раз-таки. С... Его нету. Ну, ладно. В любом видео найду, покажу. Какие еще здания мне предстоят сделать. Поэтому не прощаемся на этом видео. Коротко вот так вам рассказал. Думаю, было все полезно, информативно. Кому интересует там какой-то дизайн, либо кто хочет мне скинуть тоже полезные типс, всякие постройки или какую-нибудь технику, как строить правильно ту же мебель или те же там стены, тоже скидывайте мне в комментариях ссылки. На Flickr, например, или ВКонтакте. Я буду все просматривать. Очень буду вам благодарен. Ну, а с вами был я, Марк. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.